Мил Эл, спасибо большое за донат. Посмотреть сказано с первой минуты до пятой. Я вроде знаю эту новость, слышал. Сейчас задержанные в отделе полиции, с ним работают следователи. По некоторым данным, Качьянов принадлежал гаражный кооператив, который числился ликвидированным, и его должны были снести. Забавно. Видеоблогер Юрий Хованский, называющий себя первым... Я думал, тут новость про этого чувака, который в первую минуту, но нет. Доп-комиком в Рунете, задержан в Санкт-Петербурге. Реально задержан, пиздец. А, да, показывали выход. А, да, показывали выход. Это, с одной стороны, громкое задержание перед оперативниками во всем мире. В своей красе, предстал кумир молодежи с многомиллионной армией подписчиков, прошло как-то тихо. Силовикам не потребовалось вскрывать дверь. Скандальный блогер Юрий Хованский открыл сам, что называется, в домашнем. И, судя по этим кадрам, он ждал гостей. Хованский Юрий Михайлович, а ты не знаешь, это песня? Своя-то рождение. 1598. Это, с позволения сказать песню, о которой лежа на полу рассуждает Хованский, фактически взорвало... Блядь, сука, ненавижу. Ноль. Прошло вроде бы. ...классить год назад, в первую очередь, своим цинизмом. Блогер во время одного из прямых эфиров, или, как принято говорить, стримов, под гитару, по сути, оправдал захват заложников на Дубровке в 2002 году и призвал к новым терактам. Вот лишь одна строчка из композиции. Остальное просто нельзя демонстрировать в эфире. Нордост, это было... Сколько же русских детей убили! Своё грустное творение Хованский, вероятно, написал здесь же, в своей квартире. Он же офис, откуда блогер вещал на многомиллионную аудиторию. Хотя даже оперативники удивились такой картине. Всюду пустые бутылки из-под алкоголя, а курки, которые стример тушил, видимо, прямо об стол. Пылесос сам уже зарос пылью. Наркотики вспоминай хорошо, есть? Да нет, не должны быть. Ну, у нас иногда, когда кто-то приносил, может, что-то осталось, но сейчас не думаю. А вот на стене золотая кнопка Ютьюба за первый миллион подписчиков. Сейчас на канале Хованского их почти 4,5 миллиона человек. Я, б***ь, больной человек. Меня жалеть надо, мне надо помочь. А меня осуждают за то, что я не могу без алкашки. А я не могу. Ой, такие пидарасы. Так вот, типа, ну всё, всегда выставляют по-ебански. Б***ь, то, что Хован умнее реально, б***ь, всех этих опущенных, короче, долбоёбов вместе с азиатами. По факту. Ну, несмотря, там, ну, на маску, личину, там, всю эту хуйню из-за мата, из-за алкашки, из-за, там, жёсткого юмора. Потому что, по факту, чел, б***ь, ну, дохуя в чём шарит. И, просто, ну, дохера проблем, по сути, не знаю, как в чьих-то жизни, ну, в своей жизни, как минимум, точно решил лучше, чем все эти говноеды, б***ь, которые вот так вот его выставляют и хуесосят. Типа, алкаш, б***ь. Да батя твой алкаш, пёс. Сразу после того, как скандальное видео с песней про Норд-Ост появилось в сети, Хованскому посыпались гневные комментарии. И он таки поспешил объясниться. Правда, не публично, а как-то по-тихому. Мол, запись появилась случайно, и он не собирался её выкладывать, и его попросту не так поняли. Но интернет, как это часто бывает, помнит всё. Я никогда эту песню не пел перед жертвами. То есть, я пел её перед группировкой нацистов и радостным Андреем Нефёдовым. Впрочем, скандальность для Юрия Хованского в порядке вещей, и вряд ли он на самом деле сожалеет об этом. Сразу после того, как Хованский стал популярным, начал рекламировать всё, что угодно, лишь бы деньги платили. Вот рассказывает школьникам о своих впечатлениях от так называемого снюса. А вот топит за сомнительные финансовые пирамиды. Уверяй подписчиков в том, что достаточно вложить деньги, и все проблемы будут решены. С вами Юрий Хованский, и сегодня я снова буду показывать вам, как я делаю деньги. Это, б***ь, говорят журналисты, которые рекламируют, б***ь, кое-что похуже, чем ебаные пирамиды. Это кое-что... Себе дворец построила, который стоит, б***ь, больше, чем все пирамиды, б***ь, в стране вместе взятые. Сам себя блогер называет рэпером, телепродюсером, режиссером, а еще помощником депутата Госдумы. Теперь вот на кумира молодежи высказывали уголовное дело. Главным следственным управлением Следственного комитета России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении блогера Юрия Хованского. Как она построена? Присупление, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, а также публичное оправдание терроризма. В случае с Хованским речь идет о совершении тяжкого преступления. Ну, чё скажет. И поэтому, безусловно, он должен нести ответственность. Б***ь, тяжкое преступление в шутку спеть хуйню, б***ь, которая, типа, б***ь, чёрный юмор на том и строится, что есть что-то, что нельзя говорить, если ты, б***ь, как ты посмел. И ты берешь и ломаешь эту хуйню. Типа, целью не было оправдать терроризм, б***ь. Оправдание терроризма, это, ну, под это и то, хуй знает, спорно. Можно, допустим, песни Муцераева, допустим, подвести. Потому что, ну, типа, хуё моё, вот там, типа, б***ь, не буду ничего говорить, короче, вы поняли, б***ь. Вот, то есть, там цель именно восхваления, там, б***ь, воины Аллаха, хуё моё, да, вот этой всей штуки. И то, честно, я, ну, как бы, против, даже, там, запрета на это. Потому что я, честно, какого-то, б***ь, от песен такого, ну, от искусства каких-то его погублениях. Может, я чё-то не понимаю, да, и шахит, там, свет лицо твоё светит, да. Вот, ам, вот это восхваление, то есть, именно цель, не шутка, а именно, вот, как бы, б***ь, пропаганда, что вот это заебись. Хотя, честно, я, ну, вот что-то даже самое отвратительное, там, может быть. Ну, я не знаю, мне кажется, просто музыка, искусство, вся вот эта хуйня, то есть, это всегда, оно имеет ценность. И я в этом плане против любых запретов, потому что, может, я не понимаю каких-то последствий, конечно, но мне очень, там, обидно, что, допустим, мне нельзя что-то, б***ь, не знаю, послушать, если эта пизда-то сделана, как музыка, просто потому что оно там, б***ь, сделано про что-то, да, это отстойная хуйня. То тут, типа, когда, б***ь, очевидно, что фраза, типа, как же заебись, что, типа, сдохли русские дети, это, ну, типа, просто чёрный юмор такой, который, б***ь, точно так же, как кому-то кажутся суперотвратительными и тупыми шутки, б***ь, я не знаю, одних, там, комиков, кому-то из одних передач, кому-то ещё что-то, кто-то, б***ь, кто-то хуй знает, над чем смеётся, над каким-то бредом. Ну, то есть, это, ну, полный бред, я не знаю, что тут сказать, то есть, ну, и, типа, НТВшники бесючие, говнори, максимально дизлайк и так далее. Всё не из-за песенки, вот мне тоже, честно, очевидно, что, да, то есть, они, во-первых, п***ят, там, позорно. И, кстати, насчёт того, что вот этот чувак, типа, с пекалем, б***ь, вышел к приставу. С другой стороны, приставы-то в чём виноваты? Приставы-то просто, б***ь, приставы. Шмальнуть надо было, я думаю, ну, всё-таки не им, не в них как-нибудь. Я бы, то есть, если уж ты решил, что я буду стрелять, б***ь, там, в кого-то, иди стрельни, не знаю, наверное, в кого-то хотя бы ответственного. Ну, вот. Так. Ну, тут, короче, про... Десять лет искали. Да? Бухал бы себе спокойно, кушал шавуху. Старая песня роликов. Скоро восемь годиков будет, это вырезка со стрима. Не люди хуже Хованского, это было 12 лет назад, он... Ещё и это был, походу, Стёб, то есть, он пел эту песню, в смысле, типа, как бы от лица вот этих там, как... Ну, короче, в контексте, в контексте, то есть, ещё и контекст важен. Перед своей аудиторией, которая вырубается в контекст, и это было, типа, на конкретную аудиторию. Просто это записали, слили, вырвали из контекста, и, получается, вот такой хуйнёй занимаются. И ещё и позорные НТВшники выдают эту всю хуйню максимально, вот, типа, чтобы провоцировать, по сути, ненависть просто к Хвану, выдавая его... Ну, с худшей стороны. Блять, вырадите себя, говноеды, с худшей стороны. В общем, блять, максимальный дизреспект, позорные журношлюхи ненавистные. Идите нахуй.